МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О выборах в Госдуму, русских хакерах и прививке от коронавируса. Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла в этом году в формате видеоконференции с элементами прямой линии. Вопросы главе государства задавали представители российских и зарубежных СМИ и обычные люди. Президент находился в своей резиденции в Новоогарево, а собеседники на специальных площадках, организованных во всех федеральных округах России. Вопросы, на которые отвечал глава государства, касались всех сфер жизни россиян, а также личного отношения президента к той или иной проблеме. Как и ожидалось, пандемия стала ключевой темой мероприятия. Президент рассказал об обеспеченности лекарствами, разработке вакцины и о том, что сам он сделает прививку от ковида, как только представится возможность. Социально-экономические последствия пандемии также сказались на благо состояния россиян. Около 20 миллионов людей живут за чертой бедности, выросла безработица, существенно увеличились цены на товары. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке продуктов, государство вынуждено было вмешаться. Производителям дадут субсидии и возместят часть затрат на приобретение сырья. Цены заморозили до 1 апреля 2021 года. В розницу сахар и будут продавать не дороже 45 рублей за килограмм, а подсолнечное масло будет стоить 110 рублей за литр. Пример-министр Михаил Мишустин подписал документы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Напомним, в конце прошлой недели Владимир Путин потребовал принять меры для прекращения роста цен на продукты. На совещании по экономическим вопросам президент заявил, что считает недопустимым значительное подорожание макарон, сахара и муки. В официальных группах канала 16 в социальных сетях мы спросили у саровчан, заметили ли они, что цены на некоторые продукты выросли. 89% респондентов отметили, что стоимость товаров увеличилась. 5% не заметили повышения. Не смотрят на ценники в магазине 6% участников опроса. 21-22 декабря будет пик заболеваемости коронавирусом в России. Такие прогнозы сделали ученые Санкт-Петербургского государственного университета. Москва, по их мнению, этот пик преодолела 15 декабря. Свои расчеты исследователи строят на основании данных математической модели прогнозирования распространения инфекции. Между тем, несколько дней назад родительские чаты Нижегородской области облетела информация о том, что с 28 декабря по 17 января закроют школы, спортивные объекты, торговые центры, кинотеатры и даже детские сады. В своем инстаграме глава региона Глеб Никитин назвал эту информацию фейком и еще раз подчеркнул, что тотального локдауна в области пока не планируется. Напомним, последние ограничения коснулись работы в новогоднюю ночь кафе и ресторанов. За сутки коронавирусом заболели 496 нижегородцев. К этой цифре можно добавить 159 новых пациентов из Сарова. Всего в России количество зараженных опять перевалило за отметку в 28 тысяч человек. В 2021 году россияне смогут договориться о спорных вопросах с бывшим супругом по телемосту. Об этом сообщает Федеральная нотариальная палата. Разделить имущество. Заключить соглашение о месте проживания детей и порядке общения с ними. Договориться об алиментах. Все это можно сделать без суда. Обратившись к нотариусу. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Новый год без долгов. 1 января 2021 года заканчивается моратория на взыскание пеней за долги по коммуналке, который действовал с апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции. Все это время пеней за просроченные платежи не начислялись и взыскивать их было нельзя. После того, как отсечет срок моратория, пеней за период коронавирусного ограничения можно будет начислить, если до 1 января потребители не погасят долги. Подвели итоги третьего этапа 15-го ежегодного всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет за нравственный подвиг учителя. Всего подали заявки 80 участников из разных регионов России. Поощрительной грамотой наградили коллектив Саровского детского сада номер 14 «Незабудка». Педагоги представили на конкурс программу развития своего детского сада «Дорога и добра» на 2019-2024 годы. Нельзя оставлять без присмотра открыт огонь, пользоваться неисправным газовым оборудованием и захламлять чердаки и подвалы. 1 января 2021 года в России вступят в силу новые противопожарные правила. Из документа убрали устаревшие положения, но внесли новые. Большая их часть коснется руководителей организации, которые отвечают за противопожарную безопасность. Но некоторые пункты затрагивают интересы жителей домов и квартир. 130 страниц и почти 500 пунктов. С нового года вступает в силу обновленная редакция противопожарных правил. Если законы войны пишут кровью, то это документ, залой и пеплом. Каждый год на пожарах погибает несколько тысяч человек. И в большинстве случаев люди сами выносят себе приговор. Легкомыслие небрежности огонь не прощает. Как, например, летом, когда старинная русская забава «спалить мусор» заканчивается столбами густого дыма и каретами скорой помощи. С 1 января такие развлечения окажутся под запретом. В новых правилах противопожара теперь у нас есть такой пункт, что на территории садовых участков, на территории домовладений, населенных пунктов запрещается категорически сжигать сухую травянистую растительность, листву, какой-то либо мусор, разводить костры. Этот запрет многие восприняли как прощание с шашлыками. Но в действительности все немного не так. Разводить огонь для приготовления пищи можно, если делать это на безопасном расстоянии. До ближайших сооружений должно быть не менее 5 метров. Про несгораемые емкости тоже не будем забывать. Специальными очагами являются, например, для приготовления пищи, это будут специальные, допустим, печи и складки, которые оборудованы системой дымоходов. Вот, в них можно. А так теперь все это запрещено. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности прописана в двух документах. Первый – кодекс об административных правонарушениях, а именно статья 20.4. По ней гражданам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств. В тяжелых случаях речь будет идти уже об уголовном наказании. И здесь все гораздо строже. Самым удачным исходом станет штраф в размере 80 тысяч рублей. Если без жертв не обошлось, можно получить реальный срок, вплоть до 7 лет лишения свободы. Пожарные в очередной раз напоминают – незнание закона не освобождает от ответственности. Убедительная просьба всем руководителям организаций доводить нового правила до подчиненных и обыкновенным, так сказать, гражданам читать, развиваться в этом направлении. Подчеркивать для себя что-то важное. Новые правила противопожарного режима будут действовать до 2026 года, после чего их пересмотрят в соответствии с требованиями времени. Боевая и трудовая слава. Союз Чернобыль-Сарова передал в библиотеке городских школ книгу памяти о ликвидаторах аварий на Чернобыльской АЭС. В издание вошли небольшие рассказы жителей города, которые в 86-м году прошлого века отправились на атомную станцию, чтобы устранить последствия взрыва. Над собранием трудились около полутора лет. Строители, военнослужащие, сотрудники ядерного центра и многие другие соровчане поделились с авторами книг своими воспоминаниями и архивными фотографиями. 25 томов теперь будут храниться в школьных библиотеках. Ну, чтобы классные руководители могли рассказать об участниках ликвидации, своим ребятам, школьникам, о тех патриотах, которые добровольно пошли работать на эту ликвидацию аварий. Тираж книги небольшой. Всего напечатали 750 экземпляров. Сейчас в Сарове живут около 300 ликвидаторов аварий на Чернобыльской АЭС. Каждый из них также получил книгу в подарок. Саровчане взяли призы на областном конкурсе «Меняющий мир». Финалисткой в номинации «На равных» стала председатель клуба общения для молодых людей с ОВЗ «Лотос». Руководитель клуба любительского собаководства «Акбар» рассказала на конкурсе о волонтерской деятельности в 2020 году и заняла второе место в номинации «Свои герои». Подробности далее. В период пандемии владельцы четвероногих друзей столкнулись с проблемой. Как выгуливать питомца, если запрещено выходить из квартиры? На помощь саровчанам пришли волонтеры. В рамках акции «Лапы помощи» они гуляют с собаками заболевших и тех, кто находится на карантине. Дали клич, и я прям сидела и плакала. Обратилось очень много людей, которые хотят помогать. В общем, сейчас нас уже 31 человек. И тоже хочу сказать им огромную благодарность, потому что люди отзываются тут же. То есть я только звоню, что надо гулять с собакой. Они говорят, хорошо, когда чего, давайте координаты, и мы идем. Эту акцию клуб собаководства «Акбар» представил на областной конкурс «Меняющий мир» в Нижнем Новгороде. По итогам клуб наградили памятным знаком общественного признания за участие в развитии добровольческого движения в регионе. В номинации «Свои герои» победителя выбирали путем голосования. Мы совсем чуть-чуть не набрали, не добрали мы двух голосов до первого места. Вот совсем прям как лёжечку. Но заняли мы второе место. Но все равно рады, потому что из кучи участников, там что-то около 200 было. Второе место занять, я считаю, прям для нас хорошо. Это второй конкурс, в котором клуб пробует свои силы. Осенью «Акбар» победил в городском конкурсе «Доброволец Сарова-2020» в номинации «Организатор добровольчества». Там тоже надо было рассказать работу свою. В общем, рассказали свою работу, потому что, по сути, наша добровольческая деятельность уже лет 10. Вот, рассказали и тоже выиграли. Благодаря участию в таких конкурсах о добровольческих организациях узнают все, кому может понадобиться помощь, считает руководитель клуба Светлана Романова. В 2021 году клуб «Акбар» будет бороться за победу в конкурсе «Доброволец России». Воспитанницы спортивной школы «Икар» стали победителями и призерами региональных турниров по художественной гимнастике. Соревнования проходили на Бару и в Арзамасе. И в обоих состязаниях подопечные Еленой Пугачевой достойно представили город. Подробности смотрите в следующем репортаже. На региональных соревнованиях в Арзамасе Екатерина Капустина в своей возрастной категории стала третьей. Она выступала с четырьмя программами – с булавами, мечом, обручем и лентой. Не все элементы девушка выполнила гладко, поэтому ей еще есть к чему стремиться. Я планирую еще заниматься весь учебный год, может быть, до конца 2021 года. Нужно съездить на соревнования, подтвердить КМС и как раз-таки получить его. Нужно еще больше работать, стараться. Всего в соревнованиях приняло участие более 300 спортсменок из Нижегородской области. Состязания проходили в строгих условиях. Как правило, на этих соревнованиях очень много детей и так далее. И соревнования сейчас проводятся с ковидными различными условиями. Поэтому все строго, об зал никого не пускают. Девочки выходят по потокам и все проходит замечательно. На бурских соревнованиях «Зимние звездочки» стала победительницей еще одна воспитанница Елена Пугачева и Варвара Фролова. Одним из своих главных качеств, как гимнастки, Варя считает хорошую пластику. Самое сложное, это было, чтобы на прыжках тянуть носки. Когда мне сказали, что у меня первое место, я очень удивилась и обрадовалась. По словам Елены Пугачевой, сейчас художественная гимнастика находится на волне популярности. И чтобы выдерживать конкуренцию, девочкам надо каждый раз превосходить себя. Делать чуть больше, чем они могут. Региональные соревнования нужны для того, чтобы дети сдавали на спортивные разряды, которые они могут получить только на этих соревнованиях и выше. Просто здесь они не могут получить разряды, поэтому вынуждены мы ездить на различные спортивные соревнования. Конечно, взрослым детям, чтобы подготовиться к спортивным соревнованиям, нужен высокий потолок, большой зал. В конце декабря юные гимнастки отправятся на региональные соревнования в Дзержинск. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Ветеринарный центр «Свой доктор» предлагает бесплатные услуги по кастрации и стерилизации домашних питомцев. Воспользоваться этим предложением могут владельцы кошек из социально незащищенных и малоимущих категорий населения, а также волонтеры приютов и передержек бездомных животных. У Лидии Павловны две чудесные кошки – Эмси и Жесси. Она долго не решала стерилизовать своих любимец и в период течки давала специальные капли. Но долгий прием таких препаратов подорвал здоровье питомцев. За помощью она обратилась в ветеринарный центр «Свой доктор». В общем-то, кошечки обе прооперированы. Сейчас в полном здравии. Вот первая кошечка уже прошло 10 дней. Хорошо все прошло. И вторая выздоравливает. Я очень благодарна им, их ассистентам, Олечке, всем их сотрудникам. Лидия Павлона стерилизовала своих питомцев бесплатно. В рамках проекта «Я ответственный владелец». Проект реализуется автономной некоммерческой организацией «Подари жизнь». При поддержке фонда президентских грантов и ветеринарного центра «Свой доктор» с июля 2020 по июль 2021 года. В течение года организаторы проекта планируют провести 600 стерилизаций. Это по нашим подсчетам сможет серьезно улучшить ситуацию с кошачьими, с безназорными кошачьими на территории нашего города. Порядка по нашим подсчетам минимум, это 5-6 тысяч нежелательных потомств котят будет превращено на появление на свет голодного и бесхозного. Зачастую нежеланных котят могут вынести в подъезд в коробки или даже выбросить на улицу. Так количество бездомных кошек растет день ото дня. Многие отказываются от стерилизации домашних питомцев из-за укоренившихся в обществе предрассудков о вреде этой процедуры. Вот только отказ от нее может быть действительно опасен для животного, считает главный ветеринарный врач центра «Свой доктор» Альбина Беспалова. Да, это и есть опасность здоровья, это образование онкологии, это кисты, это гной в матке, эндометриты, очень многое. Это приводит к смерти животного, последствия. Вылечить это только в основном хирургическим путем. Поэтому какой смысл тянуть из стерилизации, если можно все сделать вовремя? Бесплатно стерилизовать своего любимца могут пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. Для этого нужно обратиться к партнеру проекта, ветеринарному центру «Свой доктор». Записаться на прием можно по телефону 3-79-01. Бездомных кошек также стерилизуют в рамках проекта. В центр их приносят волонтеры. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин